Жители дома по улице Эшба-102 в поселке Бзыбь живут со страхом, что однажды крыша их дома обвалится вот уже более 8 лет. Это двухэтажное здание, в котором сейчас проживает 7 семей, построено в 60-х годах прошлого столетия. Дом расположен в живописном ущелье по дороге на озеро Рица, где часто случаются сильные ветры. После очередной непогоды ветер снес достаточно большую часть крыши. Алифтина Лановенко проживает на втором этаже. И по ее словам, это далеко не первый случай. А теперь ремонтировать за свои скромные средства совсем обветшавшую крышу нет смысла. Не можем продолжать ремонт, со страхом живем. Ходим по лестнице, боюсь, что кто-то меня убьет. Сколько можем так жить, я не знаю, куда нам деваться, как продолжать вообще жить. Со страхом живем просто. Постоянно нас за свой счет мастеров нанимают. Сколько можем нанимать? 3, 5, 25 уже нам говорят. Мы не можем платить такие деньги. Около 8 лет назад в поселке производилась замена кровли всех многоквартирных домов. Однако, по словам жителей, только их дом остался без новой крыши. И все это время люди били во все колокола. Обивали пороги различных ответственных ведомств и учреждений. Однако их усилия были тщетные. Ветхость кровли усугубил и пожар, который произошел более 10 лет назад. Сказать, что дом в ужасном состоянии, ничего не сказать. Дон заметно отличается от расположенных рядом построек. Во многих квартирах выбито стекла. Полы ходят ходуном, на стенах мокрые потеки. Из множества щелей задувает ветер. А кое-где торчат оголенные электрические провода. Мы обратились за комментариями в администрацию Гагарского района. Заместитель главы районной администрации Владимир Джения отметил, что руководство района постарается оказать помощь жителям этого дома. Если это в силах администрации Гагарского района, бюджет себя силивает, то будем решать вопрос. Если нет, будем просить высшее стоящее руководство. И данный вопрос будем решать. Людей без крыши оставлять нельзя ни в коем случае. Люди, проживающие в этом доме, живут здесь давно. В основном это рабочие и пенсионеры, у которых каждая копейка на счету. И они не могут сделать дорогостоящий ремонт своими силами. И как пообещал Владимир Джения, возможно теперь вопрос капитального ремонта обветшалой крыши дома в поселке Бзыбь сдвинется с мертвой точки.